Всем привет! В эфире заметки о Черкесии. И сегодня у нас культурный выпуск. Та тема, о которой вы спрашивали, и я подумал поставить ее между основными выпусками цикла «Пайб истории». Сегодня мы поговорим о спорте. Но не только о современном спорте, а вообще о спортивных играх, которые были известны в Черкесии в прошлом и которые оставили немалый след в культуре. Итак, система игр, которая применялась в Черкесии у простых людей и у знатных, она немножко была разная, но в целом сводилась она к трем основным классификациям. То есть это были игры, которые развивали физическую силу, ловкость, вносливость. Второй момент – это игры, которые имели развлекательный характер. И третьи игры, которые развивали именно смекалку, умственные способности, память в целом, интеллект. Ну, естественно, игры делились и по половому признаку. Были для мальчиков игры, были для девочек игры, были совместные игры. Ну, начнем. Стоит отметить сразу, что каких-то специальных игрушек у детей не было. Естественно, все под игрушками подразумевались какие-то простые элементы, достаточно природные материалы, камни, палки, кукурузные початки, например, или просто какие-то самодельные игрушки, которые вырезались из дерева, к примеру. Самый ранний период развития человека, самое детство, и, естественно, с этим связаны самые простые игры, которые применялись у детей. Они, в общем-то, я думаю, никакой специфики именно адыгской не несут, а являются таким довольно популярным общекультурным видом игр, которые встречаются и у других народов. Ну, например, детская игра называется Ягненок. Эта игра ознакомила детей, по сути, с обычными трудовыми отношениями в обществе. Она копировала модель скотовода, скотовода, обычного чабана, то есть некий чабан был, он же водящий, ведущий был в этой игре. Часть ребят называлась стригалями, то есть тех, кто стрижет овец, как бы водящий их приглашал к игре, и были еще ягнята, то есть ребята, которых стригут. Вот водящий подводил только одному, только другому ягненку этих стригалей, они изображали стрижку некую, и, значит, при этом водящий брал какого-то любимого ягненка, особенно какого-то мальчика, с ним подходил к этим стригалям, но улучшив момент, они должны были его украсть, и как хозяин, как бы он через какое-то время только понимал, что ягненка украли, затем он начинает его искать и находит в куче шерсти, либо травы, либо верхней одежды. В этот момент вот эти ребята, которые стригали, они разбегаются, а водящий, то есть чабан, их должен ловить. Ну и тут уже получается, как бы, те же самые элементарные догонялки. Тот из стригалей, который попадался последним, тот становился ведущим чабаном, и, в общем, все менялось наоборот. У девочек была игра самая первая, самая простая, это куклиндом, ну, те же самые куклы, да, то есть были исполнены из разных материалов куклы, отца, матери, дедушки, бабушки, там, братьев, сестер, то есть членов семьи, и как бы дети имитировали обычные жизненные какие-то ситуации, то есть работу отца, там какую-то там дрова, там рубит, к примеру, в лес ездить за ними, сестра или мать, которые там вышли за водой или что-то, вот одежду, то есть обычные домашние вещи бытовые изображались, то есть играли в жизнь, называется куклами. Иногда при этом вот в момент игры в куклы воспроизводились определенные обряды, допустим, свадебные или похоронные, таким образом дети запоминали, как это все происходит. Чуть постарше мальчишеская игра уже была такая, точнее ряд игр был, которые имели своей целью сделать мальчиков привычным к такой вот тяжелой военной жизни походной, чтобы они могли переносить опасности вот этих походов, потерпевать какие-то невзгоды, болевые ощущения. Допустим, характерными играми являлись сквозь строй игра хворостины и пленение противника, например, вот три. Ну возьмем пример, допустим, у султана Хангире есть описание игры хворостины, она называется еще Джор. Смысл ее заключается в следующем. Значит, собирается некоторое количество всадников, то есть основных игроков, и их задача перебраться из точки А в точку Б некоторую сквозь толпу пеших. Значит, а пешие в это время бьют их длинными копий, ну типа копий таких, дриколий, палок, бьют их, лошадей бьют, причем бьют очень сильно и жестоко достаточно. То есть их задача пробиться свою с этой толпу, пробраться на другую сторону, а толпы задача их остановить, прорывать этот путь. И значит, Хангире писал так, что иногда толпа как бы она в выступление входила, иногда они теряли вот эту как бы границу игры и настоящего, то есть довольно жестоко могли избивательничать друг друга, то есть наносить тяжелые увечья, то есть игра иногда заходила очень далеко. То есть если всадников очень жестоко били лошадей, то всадники могли в общем-то направлять лошадей, могли кого-то даже и затоптать лошадью. До смертельных случаев старались не доходить. До того доходило, что пеших просто прижимали к домам, они вплоть до того, что загоняли в дома. Сам Хангире пишет, что да, действительно это довольно такая жесткая безжалостная игра, но по-другому и никак, потому что она таким образом приучала к отсутствию страха, то есть перед боевыми реальными действиями, для того, чтобы вот эти всадники молодые ребята привыкали к тяжести, боли, к опасностям, и не терялись на поле боя, не трусили. Ну если игра заходила уж совсем далеко, то были такие моменты, когда старцев вызывали, они становились как посредниками посередине, прекращая эту потешную битву. Что касается игры сквозь строй, смысл заключался в том, что толпа выстраивалась, толпа с двух сторон становилась, образовывала очень узкий ряд, по которому всадник должен на большой скорости на лошади проскакать, по пути, например, подобрать там яйцо, или допустим срубить там какую-нибудь ветку, поднять с земли монету, если про яйцо то, что я сказал, это спня допустим взять, и при этом не задеть ни с собой, ни своей буркой, ни конем, никого из присутствующих. И в конце он должен резко остановиться, повернуть налево и перепрыгнуть через подвешенную бурку. То есть смысл был именно в том, чтобы развивать ловкость, умение управлять конем в бою, вот эти вот все навыки. Третья игра, пленение, ну это примерно то же, что казаки-разбойники наши. Большое распространение у дыгов имела игра «Борьба за софьян», то есть которая служила также принципу развития навыков ловкости и верховой езды. Игра, как правило, эта игралась на народных гуляниях, разных свадьбах и до принятия мусульманства на поминках. Желающие играть выстраивались в круг назначенном месте и хозяин дома, или старик какой-то, ведущий праздник, бросал в круг хорошо выделанную козлиную или баранью кожу, но смоченную водой. И игрок, сумевший поднять ее из земли, мчался на полном скаку, остальные его догоняли, пытаясь эту кожу у него там. Ну и естественно, обычно побеждал тот, кто был самым ловким, наиболее умело обращался с конем. Чтобы выиграть, он должен был с этой кожей убежать и, как правило, он ее, допустим, закидывал во двор к девушке, которая ему нравилась, в знак уважения. Либо, как вариант, допустим, во двор кидал, где проходила свадьба в знак уважения семьи. Но кожу не всегда удавалось доставить в нужное место в нормальном виде, потому что в процессе вот этих игрищ она могла очень сильно изорваться, то есть в лохмотье превращалась. Наиболее ярко выражалась физическая подготовка в таких играх, как конники, игра в мяч, чижик, игра волчок, прятки, подбрасывание шапки и гур и многие другие. Про гур, поясню, эта игра заключалась примерно в том, что если, допустим, ну, к примеру, пять человек играет, всадников, они охраняют пять, четыре лунки. Четверо охраняют, а пятая лунка свободная и в пятую должен загнать деревяшку всадник, при этом не чтобы тему папаха еще не упала. И четверо сопротивляется постоянно. Так вот, основное содержание вот этих перечисленных игр, это были физические упражнения, физкультура, то есть бег, ходьба, прыжки, лазание, метание. То есть, именно игры направлены на развитие физических качеств человека. И особенно большие требования при этом предъявлялись к уровню развития силы, ловкости и быстроты. При этом, учитывая возраст детей и то, что развитие вносливости, ну, оно как-то проходит в более старшем возрасте, была разработана в этих играх возможность прекращения, в принципе, этой игры по мере утомления. Но это касалось детей только младшего возраста. Более старшие, они должны были проявлять выносливость до последнего и волю к победе в игре, соревновательной особенно. И были определенного рода наказания для тех, кто как бы эту выносливость не проявлял, струсил или от слабости там не захотел продолжать. Причем иногда даже довольно суровые. Одним из способов наказания было так называемое надавливание палками. Вставляли наказуемого в центре, судьи выходили из круга, игроки обнимали друг друга за плечи, становились по кругу и пели такую какую-то песенку хором, типа плач, плач, делаем плач. Кто будет делать надавливание палкой? Повторялось это три раза, после чего опять появлялись судьи, которые оглашали имя двух исполнителей. Выбирались два мальчика, в зависимости от проступка, либо они самыми сильными были в играх, либо самые слабые. То есть это уже от степени наказания зависело. И значит наказание каким образом проводилось? Эти два мальчика становились с двух сторон, наказуемые становились на колени, ему на шею палку клали и они припевая определенный напев несколько раз, в такт этому напеву они должны были надавливать палкой на шею этому парню. И при этом он мог иногда, толчки были такие, что он лбом до земли мог доставать. Потому что считалось самым позорным при этом заплакать. То есть трусов не любили. И это как бы был такой спартанский способ обучения мальчиков, для которых это все становилось видимостью того, что надо быть сильным, надо вырабатывать волю, иначе можно в такое наказание попасть. То есть это мотивировало их к тому, чтобы быть более выносливыми, более терпеливыми. Существовал и более сложный способ наказания, более жесткий. Катание на бешеном коне называлось. Когда выбирали четырех так называемых палачей, мальчика садили на палку, как верхом получается, и ее поднимали. Он мог держаться руками и ее резко вверх поднимали. То есть можно было избежать увечий, но это было больно. Более простым способом были щелчки по облу, щелчки по запястью. То есть это какие-то более простые наказания. И при этом мальчики, заканчивая этот риал, кричали такую присказку, чтобы не было трусливых, чтобы не было слабых. Что касается физического воспитания девочек, у них были развиты игры, связанные с ловкостью. Особенно ловкость рук. Причина в том, что чтобы приучить девушек к таким народным промыслам, как вышивание, ткачество, изготовление ковров, производство одежды, была такая игра, которая до слова называлась «выгнуть». Суть игры заключалась в том, что девочка завязывала концы нитки длиной 70-90 см, надевала себе на обе кисти. Другая девочка снимала эту нитку таким образом, чтобы образовывалась новая фигура. И так далее, до тех пор, пока нитка не возвращалась в исходную фигуру. То есть это как плетение руками. Проигравший считалась та, которая не смогла сделать новую фигуру. Причем известно, что игра это не только адыгская народная, и у других соседних народов. И как правило считается, что фигуры бывают очень сложными, бывают доходят до 8-9 стадий, и требуют участия трех пар рук, вовлечения рта и колен даже. Интересна также игра, название которой дословно «брать снаряд». Для игры использовалось 5 небольших камешков, и игра разделялась на 8 этапов, 4 из которых подготовительные. Смысл ее примерно такой. Как вот клоуны кидают, подкидывают шарики. 3-4 шарика увеличивая каждый раз. Так вот, в общем-то, тоже самый принцип. То есть кладут на землю 5 камушков, один подбрасывался, при этом в полете, пока он летел, нужно 1 схватить и 2 поймать. Потом уже камушек кидался, надо было 2 взять, потом 3 и 4. Каждый раз увеличивая. То есть, таким образом, ловкость развивалась, совокупность рук. Что касается развлекательных игр одыгов, как правило, они происходили во время народных гуляний или каких-то мероприятий. Пример Хангирей описывал такую игру, во время пахания поля она происходила. То есть, 2 партии людей, которые ушли в поле на пахатье, которые остались в ауле, они как бы, условно говоря, разделялись. И вот те, кто ушел в поле, приходили в аул, схватывали шапку с девицы знатного рода, уносили ее к себе в шалаши в поле. Их преследовать, но редко успели догнать, потому что всегда это неожиданно происходило. Спустя день или более, они возвращают шапку, завернутую в прекрасный платок, приводят из поля явства и напитки для этого случая и приходят в дом девицы, где пляшут, там, перуют по этому поводу, собрав жителей аула. По окончанию веселения отец и брат девицы делают им подарки, но в большей части делают молодые князья. Другая партия в отмщении противной, то есть из аула собравшись, толпой идет в поле, и там, схватив ремень, которым связан плуг, увозят его, защищаясь от преследующих. И для выручения этого ремня, также привозят еду и напитки в дом, где ремень положен, и там целый день вечер в забавах проводят. По возвращении партии пахарей другая партия их встречает, начинается борьба. Одна партия увлекает другую воду в одеждах, нередко женщин при этом обливают водой или увлекают в реку по колено. При этом считается, что эта забава очень важна, поскольку она связана с поверьем, связана со сбором урожая. То есть если ее не привезти, то будет плохой урожай. Существовали также игры, которые проводят у ложа раненого. Как мы говорили, у адыгов есть обычаи развлекать раненого. Считается, что не давать ему спать, и развлекать всячески это положительно для него, это веселье как бы наоборот придает ему сил для выздоровления. Так вот, как правило, это были очень простые игры, назывались бьющие по губам, рукобитие или щелчки по лбу. Первое по губам смысл заключался в том, что необходимо было укусить пирог без участия рук, и самым классным считалось выхватить вареное яйцо в середине пирога. Но смысл был в том, что пирог был, ну он же довольно жесткий был, он подвязывался под потолок и висел на уровне лица сидящих, и каждый должен был губами его ловить. При этом при раскачивании он, естественно, мог по лицу найти пирог, хорошо и по губам, то есть это было довольно болезненно. То есть, как бы смысл был проявить у меня умение и ловкость, и даже мужество, чтобы выполнить эту задачу. Ну и все это сопровождалось весельем, которое якобы передавалось раненым. Рукобитие, это довольно простая игра, видимо смысл в том, чтобы поймать руку, как удар по ладони. Ну как правило, игрался, ну как, мужчина вызывал девушку, просил ее ладонь подать, и должен был успеть ударить по ладони, чтобы она не убрала ее обратно. После удара она, соответственно, подходила к другому мужчине какому-то, и все это передавалось по кругу, то есть бить ее в ладони этих. Если количество людей было не очень большим, то играли вот щелчки по лбу. То есть, был человек закрыт глаза, ему щелкают по лбу, там любым из десяти пальцев, условно говоря, это может быть. А он должен угадать, кто его щелкал. Самое сложное еще и каким пальцем. Также на свадьбах был ряд игр, тоже связанных с ловкостью, именно с наездничеством. Это, в частности, игра «Борьба за флаг», суть именно которой для того, чтобы кто-то бежит с флагом, и остальные должны у него этот флаг отобрать, и так бегать по кругу. Интересная игра была, не знаю, связана ли это с заимствованием боя, или она, в принципе, развита была у разных народов. Вы ее сейчас узнаете. Вспоминайте масленицу. Хангрия описывает, что на свадьбах и поминках для детей проводили игры, связанные с необходимостью проявить ловкость. Смысл заключался в том, что сотни мальчишек сбегались к столбу на каком-нибудь кургане поставленному, и там наверху этого столба висели какие-то подарки на самой вершине. Им нужно было, соответственно, залезть на этот столб, а столб он был без сучка, просто полностью выглаженный, а снизу еще намазанный салом. И при этом, как бы, кто более ловкий, должен был забраться наверх и получал подарки, которые наверху лежат. Что касается интеллектуальных игр. У адыгов очень были распространены шахматы и шашки. Шахматы были, естественно, занесены извне. Это была не родная игра для людей. А что касается шашек, была распространена такая игра, называлась, например, как Пхэкэн, или адыгские шашки национальные. Отличительной чертой их являлось то, что до самого последнего момента в них не было понятно, кто выиграет. Что отражало именно необходимость умения мыслить не от того, не от количества фигур, а именно от комбинаций. То есть держать в голове большое количество комбинаций. В системе воспитания аристократического класса, князей, дворян основной такой крупной интеллектуальной игрой являлась некая такая игра, которая развивала ораторские искусства и память. Примерно она выглядит как современный рэп-баттл. То есть одна из партий. Как правило это происходило где-нибудь в поле или в походе. Одна из партий всячески предъявляет другой какие-либо претензии. Таким предлогом. Они избирают судей, перед которыми ответчики защищаются силой красноречия. При этом претендующие не щадят всяких могучих выражений для побеждения своих противников. Таким образом здесь старшины, князья и дворяне показывали свое могущество именно красноречия, ораторских искусств, знания народных законов, феодальных прав древних фамилий и своей нации. По сути эта игра являлась школой словесности у адыгской аристократии. Итак, основной набор этих игр в классическом черкесском обществе. Естественно, что многовековая практика применения, особенно физических упражнений, как средства воспитания, она переживала различные спады. Первый из них случился с принятием христианства, когда часть старинных, древних обрядов, ритуальных танцев, упражнений физических были утрачены. Второй спад пришел с принятием ислама. Здесь особенно, что касается игр совместных с мужчинами и женщинами. Ислам запрещал в этом процессе участвовать совместно с мужчинами с женщинами. Хангирей особенно это описывал, что публичные забавы в сообществе с женщинами, они начинают уходить, исчезать, что не могло его не разочаровывать. Естественно, трагедия Кавказской войны очень сильно негативно повлияла на именно такие игровые культурные традиции черкесов-адыгов. Многие из них исчезли, многие растворились. На сегодняшний день осталось вот это приятие именно соревновательных игр, связанных на физическое развитие ловкости. Именно поэтому на Кавказе в целом, у адыгов в частности, очень развита любовь к боевым искусствам, борьбе. Не именно драка, а именно борьба. Потому что соревновательный способ вот этой игры, направленный на физическое развитие, он очень близок к ментальным адыгам-черкесам. Например, еще в советское время среди адыгов было очень много увлекающихся людей, увлекающихся именно дзюдо, вольной борьбой, самбо. Самбо особенно, ну это в принципе в Советском Союзе было популярно, ну вот на Кавказе в частности это было очень развито. Общие национальные темы вроде футбола, волейбола, тяжелая атлетика также очень популярна была. В настоящее время тоже во многом эти популярные остаются эти именно виды единоборств. Это вольная борьба, это дзюдо, самбо заменила больше греко-римская борьба. Также появились и национальные, возрожденные национальные игры вроде джигитовки. Наиболее востребованной всегда считалась именно борьба, что в советское время, что в настоящее время. Что в советское время, что в российское время было очень много чемпионов по этим видам. А также по футболу, футбол был большим увлечением. Популярен также гандбол, тяжелый атлетик, как он и спорт в настоящее время. Много девушек участвует именно в гандбольной команде. Поэтому я хотел бы еще отметить именно советских и современных, наиболее известных, по которым мне удалось найти информацию более-менее, спортсменов, которые как-то себя отразили именно спортсменов адыгского и черкесского происхождения. Например, борьба, если борьбу рассматривать, это Махов Белял Валерьевич, 1987 года рождения, это именно уже российский борец, который выступает как в вольной, так и в греко-римской борьбе. Он является трехкратным чемпионом мира по вольной борьбе, чемпионом Европы, чемпионом России по вольной и греко-римской борьбе. А также он является профессиональным бойцом UFC в тяжелом весе. По итогам 2007 года Олимпийский комитет России признал его открытием года среди спортсменов летних видов спорта. Второй это Карданов Мурат Наузбевич, он чуть-чуть постарше, 1971 года рождения. Российский спортсмен именно в категории греко-римской борьбы. Сегодня он уже государственный деятель, он является заслуженным мастером спорта России, олимпийским чемпионом и сегодня является председателем компетента парламента Кабардино-Балкарской республики по спортивным мероприятиям. В будущем году на Олимпиаде в весе до 76 кг он выиграл, стал чемпионом. Также он обладатель Кубка мира 92-95-97 годов и чемпион Европы 98-го. Ну и в принципе неоднократный призер чемпионатов мира и Европы. Также чуть старшего возраста спортсмен с 1970 года рождения Хасанов Мурат Русланович. Это советский и российский самбист и дзюдоист. Если говорить о самбо, он самый титулованный в мире. Ну у него достаточно много наград, в частности он является 11-ти кратным чемпионом мира. Это как правило период с 1994 по 2006 годы. Серебряный призер чемпиона мира 1997 года, бронзовый 1996. Ну и соответственно по СНГ также участвовал, был призером. Полтора десятка лет он был капитаном сборной команды России по самбам. С 1997 года и до совершения своей спортивной карьеры он не потерпел ни одного поражения. Многократно призывался при этом лучшим самбистом и в России. И в 2007 году был назначен председателем уже комитета по физкультуре. То есть, закончив свою карьеру, ушел в политику, связанную со спортом. Был также депутатом Госдумы. Еще из вольных борцов стоит отметить Хуштова Асланбека Витальевича 80-го года рождения. Это российский борец греко-римского стиля. Член национальной сборной России с 2004 года. И заслуженный мастер спорта России. Он был олимпийским чемпионом в 2008 году. Три раза был чемпионом Европы. Ну и множество у него кубков более меньшего уровня. Это серебро, бронза на тех же самых чемпионатах мира, Европы. И в целом внутри российских чемпионатов. С ноября 2014 года является министром спорта в КБД Балкарии. На олимпийских играх тоже 2008 года. Он с блеском выиграл пять поединков, не позволив соперникам набрать ни единого очка. Не только одними спортсменами боевых искусств известны адыги черкесы. Есть такие известные спортсмены, как, например, Хапов Заур Залимбиевич. 1964 года рождения. Это советский российский футболист и вратарь. Который более всего себя проявил, выступая за владикавказскую футбольный клуб «Алания». В составе которого стал чемпионом России в 1995 году. Именно как вратарь. Также в сборной России он сыграл три товарищеских матча за это время. Всего в высшей лиге СССР еще он сыграл 36 матчей, в которых пропустил 47 мячей всего. В чемпионатах СССР и России всего провел 200 матчей. При этом в 1995 году стал обладателем золотых медалей на чемпионатах России. И в 1996 годах был серебряным призером. Поскольку мы упоминали про велогонщиков. Более старшее поколение конечно. Борис Хабалович Шухов 47 года. Известный советский велогонщик. Заслуженный мастер спорта СССР. Он был чемпионом мира по велоспорту в 1970 году. И также участвовал в летних олимпийских играх 68 в Мехико. И стал олимпийским чемпионом на летних играх в 1972 году в Мюнхене. Вот его команда велогонщиков. Она тогда завоевала золотые медали в команды гонки на 100 км. И именно это послужило возможно большим толчком к развитию велоспорта в республиках Северного Кавказа. Хотелось бы отметить еще двух людей. Информацию по которым не столь подробно. Но я думаю без них тут не обойтись никак. Это знаменитый советский тяжелоатлет Мухарби Нурбиевич Киржинов 49 года рождения. Он был олимпийским чемпионом в 1972 году. Двухратным чемпионом мира. Заслуженным мастером спорта в 1972 году. Причем с 1972 по 1975 подряд установил 4 мировых рекорда. В том числе в троеборе и двоеборе. И 8 рекордов в СССР. Именно в тяжелоатлетике. Также известным из спортсменов. Которые занимались вольной борьбой. Это Хамедби Хасанбиевич Нагоров. 63 года рождения. Чемпион СССР среди юношей. Молодежи 80 года по вольной борьбе. Весит 97 кг. И чемпион СССР по вольной борьбе среди молодежи 82 года. Также у него есть бронзовые медали. Тоже по советским чемпионатам. Его дочь Айдана Нагорова стала победителем Кубка Европы 2015 года по дзюдо. В категории свыше 78 кг. К сожалению она вынуждена была ставить свою карьеру. Но о ней мы поговорим подробнее в отдельном интервью с ней. В будущем. На этом о спорте все. Я думаю я максимально что смог рассказал вам по этой теме. Если у вас что-то есть еще интересное. Может быть какие-то отдельные спортсмены интересные. Можем их обсудить. Пишите в комментариях. Ставьте лайки. Делитесь с друзьями. И до следующих встреч. Всем пока.